САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА Но обратите внимание, все оформлено в виде железнодорожного вагона. Дело в том, что в октябре 1941 года тогда еще Куйбышев объявлен запасной столицей страны. Сюда эвакуированы Верховный Совет СССР, ДИК МЕСИ, различные культурные учреждения, например, все тот же Большой Театр, промышленные предприятия и многое-многое другое. Здесь же уже в ноябре 1941 года прямо на площади перед театром прошел легендарный военный парад. Здравствуйте, народы Великого Советского Союза! Ура! Спустя 70 с лишним лет история повторится. На площади имени Куйбышева внуки и правнуки победителей, которые осенью 1941 года парадом уходили на фронт. В парадных расчетах курсанты военных училищ, кадеты и юноармейцы, действующие военнослужащие. На трибунах ветераны и труженики тыла. Парад памяти – это уже ставшая традиционной реконструкцией легендарного парада 1941 года. Мероприятие, которое объединяет абсолютно всех. Каждый год у нас меняется тематика парада, но она все равно посвящена одному – параду запасной столицы 7 ноября 1941 года. С этой площади войска уходили на фронт. Уходил с этой площади на фронт и прадед у Петра Русинова, воспитанника Пермского кадетского корпуса имени Федора Кузьмина. С войны так и не вернулся. Он из Нижнего Новгорода родом, но его вызвали сюда служить. Он здесь уже служил. Именно воспитанники Пермского кадетского корпуса в этом году представляют наш регион на параде памяти. В составе роты 51 человек. У каждого из ребят свой повод так провести каникулы. И для Петра этот повод особый. Вот как раз гордостью такое, что я пройдусь здесь же, где мой прадед прошел. При этом для ребят такой парад еще и смотр строя. Готовятся к торжественному маршу. Начали еще за месяц. Распроводили сводные репетиции всей коробки. Отрабатывали отдельные элементы строевой подготовки. Такие как положение головы, движение рук. То зачем так пристально следит потом специальная комиссия. Ради такого мероприятия мы находили время. В основном это вечернее время. Где-то приходилось и после ужина, когда у ребят культ массовой работы и личное время по распорядку, это время задействовать на тренировки и репетиции. Параллельно со строевой подготовкой кадеты изучали и историю парада, и Великой Отечественной войны. Уже в Самаре познакомились и с самим городом. В первый день побывали на экскурсии в музее «Самара космическая». А как они приземлялись, кстати, по-другому? Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Великой Отечественной войны! К самому параду подготовка также началась накануне. Еще с вечера на площади появились первые образцы военной техники. Среди них и легендарный Т-34. Про него мы еще расскажем. У трибуны сотни юных ребят уже вовсю отрабатывали различные элементы. Смирно! Молодцы! Первяки! С каждым годом участников парада все больше. Нынче на площади Куйбышева сразу 104 парадных расчета. Все они прошли региональный отбор. В Прикамье он проходит ежегодно 9 мая. В этом году участие приняло 300 кадет из Перми, Осы, Чернушки, Кунгура, Новоильинского и других территорий. Краевой смотр, как и поездку делегаций от Прикамья, уже традиционно организует региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Дети Отечества». Мы принимаем участие в пятый раз. Ни разу мы отсюда не уезжали без призовых мест. У нас начиналось тоже с пяти парадных расчетов. В этом году участвовало 13. И я думаю, масштаб будет расти. То есть людям это нравится, это востребовано. В современном параде стараются воссоздать все детали. За исключением разве что погоды. Та же техника и форма. Парадные расчеты выходят словно из кадров кинохроники. Трибуна, где находится почетная гость, оформлена, как и 77 лет назад. И даже военные песни звучат те же, что и 7 ноября 1941 года. Ровно 77 лет назад в эти самые минуты на этой площади также в парадном строю стояли части Красной Армии. Парад! Унивай! Ира! Торжественному маршу! В этом году участие принимают сразу 22 субъекта страны. Более 36 клубов военных реконструкторов. Представители 14 иностранных государств. Памятное шествие вновь бьет рекорды. Этот парад памяти в Самаре один из самых больших. Принимает участие более 100 парадных расчетов. А вообще, с учетом исторической части, а также гражданских активистов, по площади имени Валериана Куйбышева пройдут более 6 тысяч человек. Ротасчет! Счет! И раз! Торжественный марш кадетских расчетов оценивает специальная комиссия. По итогам смотра делегаций Приволжского федерального округа, кадеты из Пермского края заняли третье место. Но для ребят главное даже не это. Без ветеранами испытываешь огромную гордость. Хочется еще больше, как-то еще сильнее чеканить шаг. За происходящим действительно наблюдают ветераны. Борис Кузнецов, пожалуй, самый молодой герой Советского Союза. На фронт ушел еще в 16 лет. Был разведчиком, воевал в тылу врага. Освобождал Ленинград, Воронеж, Киев. Участвовал в параде победы в Москве в 1945-м. В Самаре на памятном шествии уже в четвертый раз. Это имеет огромное воспитательное значение для нашей молодежи. Чем мы начали войну и чем мы закончили в 1945-м году? Счастье видеть этот прекрасный парад. Но в 1941-м это был не просто марш. Настоящая военно-политическая операция. Демонстрация мощи Красной Армии, имеющихся резервов и технических возможностей дала свой результат. Ни Япония, ни Турция не вступили в войну против Советского Союза. В этом году, как и осенью 1941-го, на трибуне вновь представители иностранных посольств, дипмиссий и военные атташе различных государств. Но только уже совершенно с другой целью. У нас в Китае очень часто говорят, что история не должна быть забытой. Ее нужно передавать из поколения в поколение. Что и делает такой парад памяти. Центральная площадь Самары стала сломанным музеем под открытым небом. Еще с утра здесь можно было увидеть и даже потрогать настоящую технику военных лет, принимавшую участие в боях. Вот это все снаряды били. Это во время войны. Эту легендарную «34-ку» несколько лет назад нашли под Энгельсом. Затем танк оказался в музее Тольятти, где его восстанавливали четыре энтузиаста. Среди них и герой России Григорий Кириченко. Говорит, много удалось сохранить со времен Великой Отечественной. Сейчас здесь разве что только пулемет не настоящий. На ходу, самое главное. Все родное на ходу. Приезжайте к нам в Тольятти, пожалуйста. Каждую субботу мы катаем. Всю военную технику для парада собирали поштучно по всему округу. Некоторые машины, как, например, этот артиллерийский тягач, воссозданы заново, но от этого не потерявшие свою уникальность. Это единственный автомобиль, который до войны мог преодолевать бугор под 40 градусов высотой. Есть и полностью сохранившиеся экспонаты, и чуть ли не единственные в России. На параде первый раз, сама Ревна вообще один, но их в России всего несколько штук. Евгений Осогин в параде памяти принимает участие вместе с семьей, чтобы проехать по площади и вновь подумать о тех, кто на этих машинах доказал, победа будет за нами. Конечно, каждый раз это волнительно. Я, так скажем, в честь памяти моего деда, который прошел всю войну, он был пограничником, с первого до последнего дня воевал, с 22 июня. Вот, остался жив. Благодаря ему и жив, и я. Единодушное мнение всех участников – цель парада не просто пройти по площади, а отдать дань памяти ветеранам и показать подрастающему поколению, что такое война. Главная цель – это память поколений. Дети, когда готовятся, это же не просто, они занимаются здравоохранительной подготовкой и приезжают сюда. Проходят уроки, уроки памяти, история. Вот эти дети знают, что такое Великая Отечественная война. И чтобы погрузить всех в атмосферу военных лет еще больше, здесь даже провели реконструкцию боя по освобождению Крыма. 75 лет назад началась Керченская-Эльтигенская десантная операция – одна из крупнейших за всю историю войны. Сражение закончилось срывом планов противника. Здесь представлен самолет Л-2, который мы подняли в 2016 году в районе южного города, получается. Уже после парада военно-патриотические мероприятия продолжились по всему городу. К примеру, все на той же площади Куйбышева были представлены различные предметы участников Великой Отечественной войны, найденные на месте боев. Самое ценное – это, наверное, медальоны, потому что благодаря ним удается определить личность бойца. То есть там внутри записка с именем, с фамилией, год рождения и так далее. Но очень редко находится, даже когда находим останки бойца. Если там будет медальон, то это большая удача. В Самарском театре оперы и балет развернулась та самая выставка, посвященная Большому театру в годы войны. А на сцене выступили сами солисты Большого. Это еще одна реконструкция концерта 7 ноября 1941 года. 77 лет назад здесь также выступали эвакуированные московские артисты. Ну а военная техника, выставленная в этот день на площади, всецело была захвачена мальчишками, а местами даже девчонками. И как бы было здорово, чтобы все танки были всего лишь игрушками для детей. А о войне все бы они знали из учебников истории. И вот таких вот парадов памяти. Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова